здравствуйте друзья приветствую вас на канале вольнаходится и сегодня мы в ярославле ярославль один из крупнейших городов европейской части россии и один из самых древних городу согласно официальной истории более тысячи лет город входит в маршрут золотого кольца и является самым крупным на классическом маршруте в городе представлены все варианты наземного общественного транспорта автобус трамвай троллейбус покатушки на трамвае обязательно будут но скорее всего во второй части город чем-то напоминает волгоград и рыбинск очень сильно растянут вдоль правого берега волги но в отличие от волгограда ярославля но впрочем как и в рыбинске на левой стороне также расположена часть города называемая заволжским районом а пока я вам тут все рассказывал мы перемещались по дзержинскому району как видно это уже район советской застройки с типовыми советскими домами с него и начнем помните знаменитый фильм про пьющего сантехника да да афоня режиссера георгия донелия перед нами казалось бы типичная панельная советская пятиэтажка 464 серии 1973 года постройки каких много не только в ярославле но и в других городах нашей страны но летом 1974 года во дворе этого дома уже снимались эпизоды советского фильма про сантехника борщева который по праву вошел в золотую коллекцию советского кино так называемый в народе дом афоне по сюжету герой леонида куравлёва проживал в четвертом подъезде этого дома конечно по прошествии 50 лет двор обжился деревья выросли жильцы застеклили балконы сейчас тут трудно найти что-то такое что напоминало бы кадрах из того фильма только оформление подъездов и балкон конечно нельзя сказать что весь дзержинский район прямо застрял советском периоде здесь есть дома и после советской постройки да и из современные микрорайоны решение о строительстве святотихоновской церкви было принято после канонизации святителя тихона который возглавлял ярославскую епархию с 1907 по 1914 годы кстати святитель тихон патриарх тихо родился в 1865 году в погосте клин это торопецкий уезд тогда еще псковская губерния видео о псковской области есть на нашем канале ссылочка на плейлист по псковской области обязательно будет в описании к этому видео и когда-нибудь мы все-таки посетим торопится там скоро будет грандиозное празднование в честь юбилея города и мы обязательно выпустим видео о нем на своем канале что касается храм храм получился достаточно грандиозный и строительство растянулось на довольно продолжительное время и до сих пор не закончена ну и в общем-то в дзержинском районе даже несмотря на его не туристичность назовем это так можно вполне найти где покушать даже выходной день что было реально удивлением то есть обычно все точки общепита которые работают по выходным в основном расположены в центре здесь же наша рубрика время покушать здравствуйте друзья здесь у нас оказалось заведение с незатейливым названием друзья что могу сказать еда все хорошо но само помещение маловато иногда ощущается нехватка мест за столиками и это при том что сейчас выходной день думаю в будни и в обед тут совсем тесно наша оценка такая балл сняли за малое количество посадочных мест ну что же спасибо за обзор а мы двинемся в сторону центра заброшенный дом 1886 года среди горожан именуется дом непьющих или четыре не пьющих мужика местный топоним относится к фигурам атлантов поддерживающих массивный балкон до начала двухтысячных рядом со зданием располагался пивной ларек отсюда и пошло название все около этого здания выпивают а эти четверо стоят и не пьют и мы наконец-то добрались до набережной волги и начнем по нормальному отсюда ярославская набережная была обустроена в период с 1825 по 1835 годы в ту пору это было место торговли здесь располагались купеческие пристани постоянно велась разгрузка и погрузка товаров место было неблагоустроено постоянная грязь колеи распутится но ситуация изменилась после визита александра первого он выделил для благоустройства 20 тысяч рублей но денег не хватало привлекали для постройки местных заключенных так что использование бесплатного труда заключенных это не изобретение советской власти как многие до сих пор думают кроме того каждое судно которое приставало к набережной должно было привозить полуны для укрепления берега вскоре общими усилиями набережная была построена вот здесь за мостиком через овраг начинается территория ярославского кремля рубленого города вот это волжская ну или по-другому арсенальная башня это одна из двух башни сохранившихся от кремля изначально башни были деревянные а в середине 17 века их заменили на каменные волжская башня была проездной и служила главными вратами со стороны реки ее называли водными воротами ярославля раньше она выглядела немного по-другому наверху у нее была дозорная вышка но в начале 19 века ее перестроили для хранения полкового имущества и она получила свое второе название арсенальная а в конце 19 века в ней и вовсе устроили трактир и башня окончательно потерял свое истинное значение ярославль был основан на территории форме треугольника острие которого составляют стрелка рек волги и котросли берега обоих рек здесь крутые и удобные для защиты с северной стороны кремль защищал глубокий медведицкий овраг по которому до конца 18 века текла речка медведица размеры рубленого или как он еще назывался малого города небольшие всего один километр по периметру кстати если посмотреть на карте для альтернативщиков вот этот медвежий угол территория кремля вот этого ярославского напоминает луч крепости звезды плюс если посмотреть на карте рядом еще есть один луч который образует поворот реки котросль храм ильи пророка и тихона по преданию заложен на месте поединка ярослава мудрого с медведем и в память о княжеской победе здесь был заложен храм который стал первым православным храмом ярославля версия научных подтверждений конечно же не имеет и считается красивой городской легендой как известно тут по волге проходил путь из варяг в персы и согласно легенде князь ярослав плыл в сопровождении своего войска по волге и увидел как местные бандиты грабят купеческие крова он помог купцам отбиться и пошел с войском логово бандитов но когда входил в поселение на него выпустили из клетки лютого зверя медведя которого ярослав собственно и убил непонятно для чего ему нужна была дружина ну да ладно и на этом месте князь поставил крест и возвел храм пророка или а на гербе ярославля так и остался медведь с алибардой которого якобы убил ярослав только проблема в том что медведь на гербе как-то не собирается отходить в мир иной ну это всего лишь красивая легенда в которой я еще и опустил религиозный контекст скажем так это красивая сказка а это у нас стрелка место впадения к отрасли в волгу здесь даже установлен памятный знак что это исторический центр города нижняя часть стрелки была реконструирована к празднованию тысячелетия ярославля сейчас в нижней части стрелки разбит парк цветомузыкальные фонтаны радуют посетителей но цветомузыкальное представление здесь только по вечерам выходные дни вроде как 10 сентября 2010 года в нижней части прямо у самого устья к отрасли открыта стела в честь тысячелетия города наверху стелы установлен символ российской государственности двухглавы орел на самом постаменте размещены пять бронзовых фигур это князь основатель города ярослав мудрый воин священник женщина с младенцем и ремесленник а вот и сама речка к отрасли как видно здесь при впадении в волгу она немного заболотилась доподлинно откуда пошло такое название неизвестно по одной из версий происхождение названия идет от древнерусского глагола катараться то есть спорить и название реки спорная призвана отразить этот спор двух речек векса и устья слиянием которых и образована которсель второй вариант которсель это которая слева то есть указывает что это левый приток волги хотя по факту там правый но такой вариант вообще не имеет обоснований кстати раньше эта речка была судоходной и по ней а далее по вексе можно попасть в озеро нера то есть тут проходил водный путь до ростова пройдемся по набережной волги вверх по течению смотровая площадка напротив губернаторского дома в девятнадцатом веке под ней была беседка грот от беседки к центральному входу в губернаторский дом вел подземный ход на данный момент он не сохранился а вот пешеходный спуск или подъем по которому мы сейчас поднимаемся был сооружен уже в советское время по словам местных смотровая площадка уже давно огорожена и нуждается в ремонте называется она у них или сковородкой ну и иногда тещин язык а вот в этом здании отбывал свою ссылку в ярославле фаворит русской императрицы анны и иоанновны эрнст берон помните берончина еще один из символов ярославля губернаторская беседка ротонда беседка была построена в 1840 вых годах называется также беседкой уединения и даже храмом любви сейчас это место фотосессии молодоженов и туристов от беседки мы спускаемся по микушинскому спуску прошлом это один из путей транспортировки товаров на пристань раньше дорога к спуску проходил через двор купца микушина отчего у спуска и появилось такое название сейчас по нему можно спуститься к речному вокзалу а зимой тут должна быть горка хотя пассажирское движение по волге в начале и середине двадцатого века было достаточно интенсивно и речные вокзалы не возводились использовались дебаркадеры после войны проекта речных вокзалов начали разрабатываться в институте ленге про речь транс несколько проектов выполнил директор института тимофей петрович садовский по его проектам строились речные вокзалы в ульяновске омске волгограде он стал автором проекта ярославского речного вокзала ярославле дебаркадер существовал до середины 1970-х годов первая очередь комплекса ярославского речного вокзала была построена в 1976 году она включала кассовый зал зал ожидания кафе небольшую гостиницу и служебные помещения для почты диспетчера и отделения милиции а также причалы и кинотеатр парус на 400 зрителей а вот в здании второй очереди введенным в строй 5 ноября 1984 года к очередной годовщине октябрьской революции располагались ресторан на 300 мест и кафе на 100 мест в это здание можно попасть не только с нижней но и с верхней набережной по специально построенному мосту зданию ресторана примыкает часовая башня но часы с начала 90-х не действует не знаю как сейчас но раньше отсюда ходили регулярные рейсы речного трамвайчика в толгу константиново бакарева и соседний рыбинск ну естественно через тутаев мы сейчас идем по красному бывшему семеновскому съезду съезд состоит из двух параллельных дорог одна вот эта соединяется с нижней частью набережной а другая с верхней по сути мы идем вдоль не сохранившихся стен ярославского земляного окольного города красная площадь получил свое имя в 1924 году а до этого носила имя симеоновская так как на месте памятника ленину и дома с аркой находилась церковь симеона столбника сама площадь образовалась в результате выполнения плана регулярной застройки ярославля в конце 18 века главный корпус ярославского государственного университета имени демидова был возведен в 1900 году до революции здесь располагалась мужская гимназия период с 1908 по 1910 год в ней учился белорусский поэт максим богданович памятник которому был установлен в 1994 году на этом месте бронзовая скульптура высотой около двух метров была подарена городу властями белоруссии это уменьшенная копия скульптуры установленной в минске вклад максима богдановича в белорусскую литературу порой сравнивают с кладом александра сергеевича пушкина в русскую дом с аркой был возведен в 30-х годах 20 века в нем жили работники нквд дом также назывался генеральским во время чисток и репрессий конца 30-х годов многие жители этого дома сгинули в застенках своего родного учреждения памятник ленина установленный на красной площади в 1939 году является точной копией памятника ленину у смольного в петербурге пожарное депо появилась здесь в 1820-х годах от каланча была построена позже в 1911 году и являлась на тот момент самым высоким зданием ярославля продолжаем двигаться вдоль бывших укреплений этот бульвар был разбит еще в 1821 году на месте срытого городского вала как и во многих городах перед стенами существовал вал и ров которые в ярославле сравняли в начале 19 столетия и на их месте были разбиты бульвары стены окольного города из всех городов где мы были сохранились только в пскове а в новгороде остались валы от укреплений в остальных городах чаще всего на месте внешних стен проходят бульвары памятник петру и феврония такие памятники поставлены во многих городах страны в рамках общенациональной программы в кругу семьи напротив усадьба во хромеево является памятником архитектуры состоит из парадного строения и двух флигелей за долги в 1833 году усадьба была продана николаю гориянову во флигеле долгое время размещалось кондитерское производство усадьба еще несколько раз переходила из рук в руки и в 1912 году оказалась у в хромеево который перестроил главное строение в стиле модерн одна из жемчужин ярославля ярославский театр имени федора волкова является одним из старейших российских театров основан ярославцем федором волковым в 1750 году всего за два года театр из любительского превратился в профессиональный то есть менее двух лет понадобилось волкова для того чтобы пройти путь от любительских спектаклей в амбаре до настоящей всероссийской известности и в 1752 году императрица елизавета петровна отдала распоряжение доставить к ней ярославского самородка с тех пор у федора волкова и его театральной труппы началась новая жизнь что касается основанного в ярославле театра то он продолжал работать но уже во главе с братьями федора алексеем и гаврилов к сожалению братья оказались менее талантливыми организаторами и в 1756 году театр закрылся на долгие 126 лет первое здание ярославского театра погибло в огне пожара в последующие годы театральное искусство в городе оставалось на уровне отдельных частных инициатив современное здание волковского театра построено в 1911 году по проекту николая спирина советское время волковский театр также снискал славу одного из лучших провинции временем рассвета его можно считать 60 и 70 и годы 20 века театр был награжден орденом трудового красного знамени и орденом октябрьской революции на сегодняшний день волковский театр является одним из самых крупных театров российской провинции на другой стороне волковской бывшей театральной площади находится памятник основателю этого театра федору григорьевичу волкову сооружен он в 1973 году по проекту ярославского скульптора соловьева и архитектора марова власевская или знаменская башня одна из двух сохранившихся башен укреплений земляного города посада ярославля была построена из кирпича в 1658 59 годах на месте сгоревший в сильном городском пожаре деревянной башни середина 16 века при проезде через ее ворота в петровские времена взымали налог за ношение бороды и старинной одежды здесь к башне была пристроена часовня в 1660 годы позднее перестроенная в церковь в 1861 году до 1980 года башня была закрыта для обзора с двух сторон зданием экономического факультета ярославского государственного университета и бывшей гостиницей купца коку его ресторан москва 1980 году гостиницу коку его снесли и площадь в около обрела свой современный облик пройдя через ворота башни мы выходим к ярославскому арбату участок улицы кирова с 1997 года от первомайской до улицы андропова полностью пешеходный сейчас здесь множество магазинчиков и кафе депутатский переулок на который мы свернули также является пешеходный как раз отходит от улицы кирова бывшее название сретенский в честь расположенной на нем сретенской церкви в 1891 95 годах этот храм был перестроен в русском стиле архитектором выступил николай поздеев а работы финансировали сириославским промышленником иваном дунаевым советское время в 1929 году храм был закрыт а в 1930 году переоборудован под клуб медсантруда 31 было принято решение взорвать храм но оно не было осуществлено позднее в здании бывшего храма располагались склад пекарня а с 70-х годов размещались цеха производственного швейного объединения ярославль в 1994 году сретенская церковь была возвращена православной церкви улица кирова сменила несколько названий после перестройки города по регулярному плану улица была спрямлена и стала одним из лучей от центральной ильинской площади которой мы сейчас идем к властевской башне и стала называться углической улицей так как с этой улицы начиналась дорога на углич видео об угличе есть на нашем канале ссылочка в описании после революции улицу переименовали в честь председателя правительства и рсфср даниила игоревича сулимова который занимал эту должность 1930 по 37 год тридцать седьмом солимов был объявлен врагом народа и расстрелян а улица получила свое нынешнее название пересекаем улицу андропова и выходим на площадь с администрации ярославской области дом презрения ближнего здание 1786 года постройки несмотря на свое казалось бы странное название это всего лишь дом где должны были проживать и обучаться дети-сироты традиция обучения в этом здании продолжается здесь расположен один из корпусов ярославского госуниверситета справа часовня александра невского построена в 1892 году архитектором поздеевом в 1918 году после захвата города коммунистами часовня была закрыта позже было разобрано крыльцо советское время в часовне находились магазин пчеловодства мастерская химчистки а в конце 80-х годов выставочный зал ярославского художественного музея в 1982-84 годах была проведена реконструкция в ходе которой крыльцо восстановлено в прежних формах эта постройка единственное что сохранилось от существовавшего здесь мытного рынка как я и сказал на этом месте раньше был мытный рынок то есть рынок за торговлю на котором нужно было заплатить налог мыт ярославле налог составлял пять процентов от стоимости товара рынок возводился в 1820-30 годах известным ярославским архитектором паньковым цель упорядочить стихийную торговлю на городских улицах здание администрации области дом советов было построено на месте рынка уже в 1981 году территория за зданием администрации да по сути мы находимся за зданием так как парадный фасад выходит на главную советскую площадь на которую мы собственно сейчас и движемся так вот территория тут за зданием была облагорожена устроен фонтан но ярославль кстати не страдает дефицитом таких мест в центре тут всегда есть где походить и посидеть в теньке а местные называют здание администрации белым домом а иногда пентагоном за некоторую схожесть форму здания главная площадь города советская как видим здание администрации области отлично вписалась между корпусами зданий присутственных мест постройки 80-х годов 18 века разница между зданиями два века а выглядит они вместе вполне как единый ансамбль историческое название советской площади ильинская название дано по расположенному в центре площади храма или и пророка его освещение состоялась в 1650 году когда ярославль в 1778 получил регулярный план застройки церковь ильи пророка стала центром радиально-кольцевой планировки городского посада вокруг нее и была создана ильинская площадь на которой разместился ряд административных учреждений какой-то тут прям концентрат женщину в розовом демидовский сквер бывшая плацпарадная площадь получил он свое название по находящемуся в центре демидовскому столпу столб был установлен в 1829 году в честь павла григорьевича демидова основателя первого высшего учебного заведения в ярославле в 1918 году новая власть переименовала парадную площадь в площадь мира в честь заключенного брестского мира тогда же был установлен деревянный обелиск в память о большевиках застреленных ярославцами во время восстания которое происходило с 6 по 21 июля 1918 года вкратце утром 6 июля повстанцам удалось захватить артиллерийский склад на окраине города после чего занять почту телеграф банк и народный дом где располагалась губчика концу дня был занят весь центр ярославля а после заволжья первые же дни были арестованы и сразу расстреляны представители красной администрации более 200 рабочих были заперты на барже смерти выставленной на середине волги красная армия подтянула войска из соседних регионов взяв город в кольцо для подавления мятежа была использована артиллерия 21 июля восстание было полностью подавлено а часть погибших были захоронены в демидовском сквере гранитный обелиск был установлен в 1958 году а вот демидовский столб был разрушен в 1931 и восстановлен только в 2005 монумент в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы великой отечественной войны 41 45 годов был открыт в 1968 году на засыпанный в 19 веке части в медведицкого оврага разделявшего ярославской кремль и посад раньше здесь находился фроловский мост перекинутый через этот овраг в 50-е годы на месте существовал юнацкий сад в котором стоял гипсовый бюст ивана мичурина кстати видео о городе биолога мичуринский есть на моем канале в честь 20-летия победы было принято решение о возведении мемориала и 9 мая 1965 года был установлен закладной камень работы были проведены за три года вечный огонь был зажжен от вечного огня с могилы неизвестного солдата в москве рядом находится стадион юный спартаквис расположен он в естественном овраге так называемом медвежьем углу по преданию именно тут обитал тот самый медведь которого убил ярослав мудрый как видим легенды про медведя имеют разные интерпретации но финал для медведя всегда один на стадионе проводятся городские шествия и праздники теперь наша цель попасть на остров даманский остров образовался в конце 50-х годов из полуострова когда было принято решение выпрямление русла к отрасли когда же был построенный мост 90-х годах старый мост был заменен на подвесной и тогда у него появилось и неофициальное название бруклинский мост и за внешнего сходства а остров получил свое название даманский еще в 60-е годы в честь уссурийского острова даманский вокруг которого 1969 году произошел конфликт между ссср и китаем сейчас на острове находится парк развлечения даманский давайте просто пробежимся по нему без комментариев мы приехали в этот парк для того чтобы подняться на колесе обозрения посмотреть на город по старым данным вроде она тут когда-то было но не суть ярославля все-таки есть современное колесо обозрения находится она в парке тысячелетия ярославля и открыто она была в 2018 году высота традиционно 65 метров это самое большое колесо в городах по маршруту золотого кольца в принципе она так и называется колесо обозрения золотое кольцо радует что она современная закрытыми ковинками ну что поехали вид на которосы на другой стороне красно-перекопский район во второй части мы там обязательно побываем автомобильный мост на проспекте талабухина а чуть выше по течению железнодорожный мост по нему мы также прокатимся во второй части видите много куполов это 15 главая церковь которая изображена на тысячной купюре 97 года к ней мы тоже подъедем вид на исторический центр и устья к отрасли концерт на зрелищный центр миллениум название говорит само за себя открытка юбилею города а за ним кировский район ярославля но это тоже предмет для второй части также как заволжский район а на этом все если вам понравилось поделитесь этим видео и подпишитесь чтобы не пропустить вторую часть а мы увидимся в следующем городе до новых встреч